Употреблять спиртные напитки не самая лучшая идея, поскольку алкоголь препятствует наращиванию мышц, тормозит синтез мышечного протеина, спиртное замедляет процесс воссоединения аминокислот и провоцирует выработку кортизола. Этот гормон, в свою очередь, разрушает белки и способствует накоплению жировой ткани, снижает уровень тестостерона, отвечающего за рост мышечной массы. При этом спиртное ускоряет конверсию тестостерона в эстроген. Некоторые напитки, например, пиво, уже содержат эстрогеноподобные вещества и стимулируют эстрогеновые рецепторы. Снижает выработку гормона роста, отвечающего за развитие клеток мышечной ткани, препятствует нормальному восстановлению мышц после тренировки. Спиртное является ядом, поэтому организм вынужден тратить большее количество энергии на вывод токсинов, а не на регенерацию мышечной ткани. Приводит к обезвоживанию всех систем организма, появляется сонливость и слабость, а также понижается нормальная жизнедеятельность клеток мышечной ткани. Поскольку вода играет решающую роль в построении мышц, её дефицит ведёт к остановке роста и развития. Тормозит синтез гликогена, который является источником энергии для мышц, снижает мышечную силу, так как нарушается скорость синтеза мышечных белков. Поэтому на следующий день после употребления спиртного тренироваться будет очень тяжело. Любая выпивка оказывает негативное влияние на здоровье атлета. Алкоголь несовместим со спортом, так как препятствует процессу восстановления организма после тренировок и ведёт к истощению энергетических ресурсов. Однако, существуют методы уменьшения вредного влияния спиртного на организм. После употребления горячительных напитков стоит отказаться от посещения спортзала и интенсивных тренировок в течение ближайших двух дней. В процессе употребления спиртного необходимо закусывать белковыми продуктами, мясом, птицей, сыром или морепродуктами. Накануне в банкете обязательно пить большое количество воды. Перед тем, как выпить спиртное, рекомендуется принять 500 пилиграмм аскорбиновой кислоты, витамина С. На следующее утро необходимо выпить стакан свежевыжатого апельсинового сока и хорошо позавтракать. Для восстановления сил подойдут следующие продукты – каши, творог и фрукты. Не стоит смешивать несовместимые напитки, например, вино и пиво. Это может привести к отравлению и тяжёлому похмелью. Чтобы быстро вывести токсины из организма, рекомендуется употреблять такие продукты, как лимон, капуста и петрушка. Препараты и добавки, купирующие действие алкоголя. Глютамин. Эта добавка увеличивает гормон роста, что спасает мышцы от пагубного воздействия спиртного. Активированный уголь. Чтобы снизить воздействие спиртного на наш организм, достаточно выпить одну таблетку на 1 кг веса. Леотеракок. Для достижения нужного эффекта перед банкетом следует выпить 20 г травяной настойки. Нутриклинз. Одна капсула препарата. Принимается за час до употребления спиртного и запивается стаканом воды. ЗБА. Это средство натурального происхождения, способное повысить уровень гормона роста, который был снижен во время застолья. Вместо алкоголя после тренировки можно выпить чай мате. Хорошо тонизирует, повышает настроение, бодрит и способствует очищению клеток печени. Травяной настой. Помогает восполнить дефицит жидкости в клетках, возникшей во время тренировки. Зелёный чай. Улучшает метаболизм, повышает тонус и стимулирует иммунитет. Минеральная вода. Способствует восстановлению водослевого баланса. Множество спиртных напитков имеют в своём составе дополнительные компоненты в виде усилителей вкуса, сахара и других вредных добавок. Выпивая одну дозу горячительного, человек употребляет вместе с ней множество пустых калорий. Повышается аппетит. Спиртное раздражает стенки желудка. А. Горьковатый вкус напитка способствует обострению аппетита. Снижение контроля также приводит к появлению фантомного чувства голода и употреблению большого количества пищи. Происходит задержка жидкости в организме. Этанол повышает процесс дегидрации тканей. Повышенный расход жидкости в клетках. При потреблении алкоголя у человека повышается продукция антидуэритического гормона, который начинает активно скапливать жидкость внутри организма. Это приводит к задержке воды, отёкам и росту лишнего веса. Нарушается обмен веществ. Горячительные напитки способствуют выбросу инсулина в кровь, в результате чего происходит накопление лишней подкожно-жировой клетки. Жировая ткань накапливается и на внутренних органах, что понижает их работоспособность. Все эти процессы приводят к нарушению метаболизма и расстройства пищеварения. Главный компонент алкогольных напитков – этанол, этиловый спирт. Попадая в организм, этанол под воздействием определенных ферментов превращается в ацетальдегид, который является сильно ядовитым веществом. Токсин может вызвать покраснение кожи, тошноту, повышение частоты сердцебиения и другие неприятные ощущения. Повышает температуру тела, вызывает повышенное потоотделение, изменяет процесс терморегуляции, увеличивает вязкость крови, может привести к обморочному состоянию, способствует понижению артериального давления, приводит к деструктивным изменениям в работе головного мозга, снижает координацию, может вызвать мигрень и головокружение, уменьшает количество витаминов и полезных нутриентов в организме – кальций, железо, цинк, витамины А, В и С. Потребление спиртных напитков сильно связано с изменением самочувствия и эмоционального состояния. Алкоголь влияет на поведение и настроение, появляется психическая неравновешенность и агрессивное поведение, влияние на внутренние органы. Потребление алкоголя пагубно сказывается не только на качестве тренировок, но и на работу всех систем организма спортсмена. Алкоголь способствует повышению нагрузки на печень, обезвоживая ее и лишая питательных веществ, при этом нарушается метаболизм глюкозы и понижается иммунитет. Этиловый спирт приводит к гибели нейронов, отвечающих за нервные импульсы. У человека снижается умственная работоспособность и ухудшается память. При этом страдает пищевод, желудок и кишечник. Алкоголь повреждает слизистые оболочки ЖКТ, что может привести к ожогам, гастриту, язвенной болезни, раку, панкреатиту и кишечным расстройствам. Спиртное нарушает газообмен, повреждает клетки легочной ткани и высушивает слизистую оболочку дыхательных путей. Этанол ведет к избыточной нагрузке на сердечную мышцу, нарушению работы сердечно-сосудистой системы и повышению пульса. Любые тренировки в таком состоянии крайне противопоказаны. Чтобы понять при каких дозах алкоголь наносит минимальный вред здоровью, необходимо изучить сравнительную таблицу до 25 грамм чистого спирта на 70 кг веса. Напиток способен оказывать больше тонизирующие воздействия с одновременным торможением процесса в нервной системе. Происходит процесс замедления распада жиров и китаболизма мышц. 25-35 грамм чистого спирта на 70 кг веса. Повышается уровень кортизола в организме, приостанавливается процесс регенерации клеток и заканчивается тонизирующий эффект. Более 35 грамм чистого спирта на 70 кг веса в употреблении спиртного в таких дозах блокирует секреции гормона роста, что ведет к накоплению жировой ткани и потере мышечной массы. Алкоголь разрушает аэробную способность организма и понижает выносливость атлета. Алкоголь и спорт несовместимы. Потребление спиртного снижает выносливость и способность выдерживать интенсивные нагрузки при выполнении упражнений. Чтобы занятия в зале приносили определенные результаты, следует отказаться от горячительных напитков на время тренировочного процесса. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok